Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вам мешает лёд во дворе? Как вы передвигаетесь? Конечно, вот так тихонько иду. Где песочек, там уже идёшь по песку, а где нет песка, там уже, на бог надеюсь. Днищем всё собираешь там, а припарковаться так вообще нереально. Если застреваешь, вообще не выйдешь отсюда, приходится толкать машину. Это двор дома номер 90 по улице Герцена. О том, что машины здесь застревают каждый день, недовольные жители написали и в народном контроле. Пока заявка имеет статус в работе. Двор находится в ведении управляющей компании ЖЭУ-7. ЖЭУ номер 7 закупила 30 тонн песка для обработки внутриквартальных территорий. Песка здесь действительно много, вот только лёд по-прежнему на своём месте. А это уже другая жалоба от народных контролёров. На этот раз речь идёт о доме номер 76 по улице Маяковского. Выехав на место, мы убедились, передвигаться здесь затруднительно как на автомобиле, так и пешком. В коляске очень неудобно ходить, потому что тротуар нечищенный, а здесь клея. И машины ездят, и просто неудобно. Дворники убирают, говорят жильцы. Но очень редко. Всегда так. Всегда так. За зиму ни разу не почистили. Я вообще законно ни разу не видел. Хотя здесь его уже 22 года. Сколько ещё им придётся ходить по льду, прежде чем проблема будет решена, жильцы не знают. Чтобы получить ответ на этот вопрос, мы обратились в ЖЭУ-13, которая обслуживает этот дом. По улице Маяковского, 76, у нас дом отмежённый по отмостке. Но по просьбе жителям, когда присутствуют такие моменты, мы заказываем технику и убираем. Там неоднократно мы уже заказывали технику, дороги чистились. Сегодня мы тоже заказали технику. И сегодня, завтра мы почистим по улице Маяковского, 76. Впрочем, начать стоит с лестницы, ведущей в ЖЭУ. Даже спускаясь по ней, жильцы рискуют поскользнуться на льду. Надзор за управляющими компаниями в Альмическе ведёт департамент жилищной политики и ЖКХ. Как заявил директор департамента Александр Шаронов, специалистами произведено 23 выезда по контролю уборки снега с внутриквартальных территорий и очистки крыш от наледей и снега. Я прошу, чтобы люди не получали травмы. Надо этот сезон пройти, взять нам в порядке. Я прошу лично объехать в весь город, посмотреть там, где у нас есть проблемы, где мы не дорабатываем. Айрат Хайрулин поручил вести работу по уборке снега в ежедневном режиме. Эдуард Прокопьев, Эрик Хавибуллин. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нём узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте, мобильный репортер 24.